Встречаемся в центре Москвы сейчас, на Садовом кольце, между станциями метро Павелецкая и Добрынская, в сексовой линии метро. И здесь, от Павелецкой площади, Новокузнецкой улицы и улицы Зацепский вал, и до Серпуховской площади проходит вот эта Валовая улица, которая, собственно говоря, является частью Садового кольца, которая здесь проходит. То есть мы знаем, что Садовое кольцо, оно разделено на несколько, ну, условных, конечно, таких участков, отрезков, которые имеют те или иные названия. Некоторые называются бульварами, некоторые площадями, а некоторые улицами. И вот один из отрезков, одна из улиц, которая составляет, собственно говоря, Садовое кольцо, является именно вот эта Валовая улица. По ней организовано двухстороннее движение автомобильного транспорта по четыре полосы в каждом направлении, ну, и кроме того, что там парковка по крайним полосам проходит, и длина этой улицы составляет чуть больше одного километра, ну, даже где-то около полутора километров, чуть поменьше. Вообще, когда-то здесь были луга, заливные луга, здесь неподалеку протекает Москва-река, в районе Замоскворечья, и когда-то эти места заливало, протекала Старица Москва-реки, и тут пасли коров, ну, вот шла такая вот сельская жизнь, да, тогда еще Москва была совсем маленькой, и два досюда достигала, это было в 14-17 веках. А затем уже, конечно, стали появляться поселения здесь, стали строить здания, дома, там, 18-19 века, и более того, здесь прошла одна из границ города Москвы, ранних границ еще города Москвы, и, собственно говоря, эта граница, она состояла, ну, не как сейчас вот по грамм заставок, да, колючая проволока, что-то такое, а раньше были такие земляные валы, земляные валы большие такие делали, да, как в виде стен таких, больших таких, да, и, соответственно, подорвали, копали рвы, траншеи, как сейчас говорят, да, вот, и, соответственно, вот такая была граница, и, соответственно, через эту границу было невозможно перейти и перелить только лишь через заставы, через проходы в этих рвах, у них можно было пройти, соответственно, ну, уже внутрь Москвы, да, граница, соответственно, отделяла Москву и, соответственно, в Подмосковье уже то, что относилось территорию, которая не выходила за пределы города Москвы. Вот. И вот в 16-19 веках тут как раз и проходила вот эта вот граница Москвы, граница земляного города, как его еще называли, потому что были земляные насыпи, земляные валы такие, да, и граница земляного города как раз проходила вот в этом месте, да, в 16-19 веках. В 1820 году земляные валы тут срыли, уничтожили, ликвидировали, и, собственно говоря, вот по тому месту, по той трассе, по которой проходили вот эти земляные валы, как раз и проложили вот эту современную валовую улицу. Ну, тогда она, конечно, была неасфальтирована, мощенная просто была, да, ну, а затем, естественно, уже проложили асфальтовое покрытие. Причем интересно, что в Занаскворечье, в отличие от многих других участков Садового кольца, собственно говоря, садов никаких не посадили. То есть обычно Садовое кольцо, потому что посадили сады. Вот на месте бывшей границы, да, вот эти валов, которые проходили вот по трассе Садового кольца, высадили сады, поэтому Садовое кольцо. А здесь садов не посадили, поэтому, хоть и называется Садовое кольцо, да, ну, действительно, участок Садового кольца, но, собственно говоря, посадок садов не было, поэтому, собственно, и назвали, в общем-то, этот участок Садового кольца не бульваром, который предполагает, все-таки, наличие скверов, да, наличие, соответственно, посадок деревьев, садов, А назвали обычной улицей. Валовой улицей. Валовой, потому что были валы. В советское время эта улица была практически заново вся застроена, все старые постройки были практически все снесены. И поэтому все, что мы видим сейчас на этой улице, эта улица, она вся практически состоит из больших какими-то галитарных домов. Ну, конечно, не таких, может, не современных, понятное дело, не 50-этажных, не 20-этажных, нет, таких домов нет, но таких монументальных, многоэтажных домов. Это все в основном застройка с 1140-х, 1150-х годов, то есть советского времени. В 1179 году произошло расширение улицы, до этого она была всего, ширина ее около 10 метров, а стало 40 метров. У 40 метров, естественно, произошло еще сноса последних еще старых домов, которые оставались на этой улице. Ну и вот уже улица, можно сказать, приобрела практически свой современный вид. Ну, в 2000-х, в 2000-х, в 2000-х годах были построены еще некоторые жилые дома и бизнес-центры на этой улице. Ну, они, в общем, так сказать, основного облика этой улицы, в принципе, не изменили особенно. Ну, немножко изменили, но не особенно. Значит, улицы на всем протяжении, жилищно-социальные, то есть тут есть только жилые дома и офисные центры. В основном жилые дома. Начинается улица с... Да, кстати, жилые дома здесь от 5 до 14 этажей. И, как я сказал, все они были построены в советское время, кроме одного дома, начала 20-го века, под номером 10. Начинается эта улица слева, бизнес-центра Павелецкая Плаза. Это два здания, но они числятся по Павелецкой площади. Один выходит, собственно, на Павелецкую площадь, а второй находится, соответственно, уже вдоль этой улицы. Ну, и третья там еще есть за, но он не относится уже совсем к этой улице. Затем идет небольшой ресторанчик и 6-тиэтажный жилой дом под номером 11. 11, так сказать, да, под номером 11, 143 года построили. То есть мы видим, что нумерация по несчетной стороне начинается сразу с номера 11. То есть нет ни один, ни три, ни пять, все эти дома пропали при сносе старых домов. Сразу, кстати, номер 11 начинается. Вот это вот по левой стороне. По правой стороне начинается с номера 2, вот, соответственно, углового здания, с Новокузнецкой улицы, 8-этажный жилой дом под номером 2, 152 года постройки. Затем идет 15-этажный жилой дом за ним под номером 6, дома 4 нет, 153 года постройки. И, соответственно, дальше за ним отходит 6-й Манетчиковский переулок. И за ним идет здание Российского библейского общества, номер 8, строение 1, трехэтажное, 19-го века. Это бывший корпус чулочно-вязальной фабрики Николая Смирнова, который здесь находил. Дальше опять посмотрим слева. Там, соответственно, за 6-этажным жилым домом идет 12-этажный жилой дом под номером 21. То есть мы видим, одиннадцатый был дом, да, 6-этажный, сразу 21. То есть не 13-й, не 15-й, все отсутствует. Сразу номерация пропали, видите, какая-то довольно нестрогая номерация. Где-то сохранилась последовательность, но во многих местах нет. Но дом этот в 3197 году постройки. И за ним отходит большой стремянный переулок. А с правой стороны, за Российским библейским обществом, идет 11-этажный жилой дом под номером 8, 362 года постройки. Длинный такой дом, и там находится универсам азбука вкуса. Ну, довольно дорогой универсам, может быть, самый дорогой, по-моему, у всех, которые есть там, алые паруса. Азбука вкуса, по-моему, еще дороже. Вот, и затем идет еще 14-этажный жилой дом, такой, влепили, по номеру 20. Да, видите, сразу 8. Ну, ладно, сейчас скажу. 14-этажный дом под номером 20, он в 2000 году постройки. И дальше отходит 3-й Монетчиковский переулок. Это находится на углубовой улице 3-го Монетчиковского переулка. А там, соответственно, за этими домами находится единственный дом, до советских, под номером 10. Пятиэтажный жилой дом, 1906 года постройки. То есть, номер 10, а потом сразу номер 20. То есть, это идет 8-й дом, 10-й там в глубине, и дальше влепили там номер 20. Соответственно, с 10-й по 20-й нумерации никакой нет. Все дома снесли, которые раньше были там. 16-й дом, 17-й, старый дом. Ну, вот такая ситуация. Значит, ну, дальше, после, с левой стороны, после того, как отходит большой стремянный переулок, идет так называемый косой дом, ну, угловой дом. Шестиэтажный, который числится по, собственно говоря, стремянному переулку. И, соответственно, дальше у нас идет 3 7-этажных жилых домов по номерами 29, 31 и 33. И все они были построены в 1940 году. Но если 2 дома, они идут вдоль проезжей части, то 3-й немножечко идет туда. Средний дом, он чуть туда додвинут в глубь территорию, в глубь квартала. И дальше идет, соответственно, замыкает уже эту улицу с левой стороны, бизнес-центр Волл-стрит. Такое большое здание, восьмиэтажное, остекленное, под номером 35, 2013 года постройки. И раньше здесь был хлебозавод номер один в советское время. Ну, потом в 90-е годы вроде как его закрыли, хотели что-то там вроде сделать. Ну, шла борьба за это здание. Потом в итоге здание снесли, какое-то время там какая-то была стройплощадка. Только непонятно, что хотели построить. Вроде какой-то типа хлебного дома какого-то, с всякими административными службами, с апартаментами. Ну, в общем, в итоге построили бизнес-центр Волл-стрит. Ну, вот и все. Дальше уже идет Сверхулкарская площадь и метро Добрынинская. Ну, а с правой стороны, соответственно, после перечения с третьим монетчиковским приемком, идет бизнес-центр Лайтхаус по номер 26 2009 года построить такое стекленное здание. Немножко такого промышленного вида, это не случайно, потому что там был недостроенный корпус первого образцовой типографии. Его начали строить в 1887 году, но так и не построили. Затем идет, а затем, собственно, идет многофункциональный центр, который занимает один из бывших корпусов как раз первого образцовой типографии. Пятиэтажное здание начала 20 века в стиле модерн. До 2016 года здесь находилась первого образцовая типография. А там еще некоторые корпуса, там, напомню, три корпуса, таких длинных и больших. Это один корпус административный, а там еще производственные корпуса. Они там в глубине находятся, их не видно, там к ним не подойти, все везде огорожено, везде ворота. Там трудно, немножечко в щелочку только может взглянуть. Вот, там эти старые корпуса еще в конце 19 века, когда в 1876 году была основана типография и книга издателя Ивана Сытина. Сытинской типографией ее называли. Вот, там один из корпусов уходит, так сказать, на Пятницкую улицу, а еще там один находится вообще там в глубине, его не видно сейчас. Ну, в 2016 году типография была приватизирована, сейчас она не работает уже несколько лет. И, соответственно, вроде как хотят ее приспособить под жилые апартаменты и под офисы. Ну, типа, лоб-студии какие-нибудь делают. Ну, как в части, в общем-то, это произошло во многом. И с Красным Октябрем, и там с флаконом, там, да, и со многими другими. Винзавод, ну, в общем, много примеров. Ну, и, собственно говоря, заканчивают эту улицу по правой стороне офисные здания, по номерам 33-х этажные здания 1867 года постройки, и по номерам 32 угловое здание с Валовой улицы Серпуховской площади, по номерам 32 дробь 75, 75 это по Пятницкой улице, трехэтажные здания, ну, по-моему, это новодельные здания, новодел. Ну, по старину, конечно. Ну, собственно говоря, вся улица, в общем-то, я хочу сказать, что она, ну, так, чуть-чуть, около полутора километров, но проходится она буквально за одно дыхание, пройти совсем несложно. Ну, единственное, конечно, каких-то особой достопримечательностей здесь нету, кроме, может, цитинской типографии, но там корпуса плохо заметно, там и такая ценность, это там во дворе, но там не пройдешь, и только так посмотреть, вот. Так, основное, здесь современные бизнес-центры, офисные здания. Хотел, сохранил здание, там, библейского общества, которое сейчас занимает, да, вот, которая, так сказать, 19 века, ну, один дом там в глубине, как я говорил, с начала 20 века, я стал посмотреть, как может и нечего, но, с другой стороны, на этой улице мы вообще все были, кто был на Паверецкой, тот практически, все знают на Добрынинской, все эти улицы практически знали. Вот, можно, в принципе, проехать на автобусе, тут БК едет по Садовому кольцу, или метро Паверецкой, или Добрынинской, в общем-то, он курсирует по всему Садовому кольцу, такой круговой маршрут, поэтому, в принципе, при желании можно проехать, там, одна остановка всего на этой воловой улице, там, Большой Старчановский переулок, вот, но, в принципе, я думаю, особого смысла в этом нет, можно пешочком пройти, эту улицу все, так сказать, ремонтировали, обложили плиткой тротуары, делали всякие там. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова